МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Флаги четырех стран СССР, Норвегии, Швеции, Финляндии почти неделю развивались над Хабаровской. В городе-на-Амуре проходил международный турнир по хоккею с мячом на приз газеты «Советская Россия». После Ульяновска-Архангельска сильнейшие мастера мира по хоккею с мячом собрались у нас на Дальнем Востоке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне турнира в Хабаровском краевом комитете КПСС состоялась встреча с командой Советского Союза. Первый секретарь крайкома партии Алексей Климентович Черный пожелал советским хоккеистам победы на Дальневосточном льду. Старший тренер сборной Василий Дмитриевич Трофимов сказал, что хоккеисты постараются вернуть приз домой в Советский Союз. Турнир вызвал небывалый интерес хабаровчан. Международные игры просмотрело 150 тысяч зрителей. Много это или мало? Для сравнения скажем, что в Ульяновске и Архангельске было в два раза меньше, а на прошлогоднем чемпионате мира в Финляндии на матчах присутствовало в 10 раз меньше зрителей, а игры там, в Финляндии, было в два раза больше. Открытие турнира превратилось в яркий, красочный праздник. Зарубежные гости говорили потом, что они запомнят его на всю жизнь. Их можно понять. Есть что запомнить. Первый матч. СССР-Норвегия. Здесь силы на этот раз оказались явно неравны. Как иногда говорят спортсмены в таких случаях, игра шла в одни ворот. Да и счет говорит о подавляющем преимуществе советских хоккеистов. Василий Дмитриевич Трофимов на пресс-конференции говорил о том, что это только начало. Дальше будет труднее. Турнир набирал темп. Шведы в упорной борьбе победили финнов. Затем обыграли норвежскую сборную, уже с более крупным счетом. И навстречу с журналистами пришли лидерами в отличном настроении. В советской сборной, чтобы догнать шведов, надо было победить финнов. Дело это оказалось непростым. Но, в конце концов, чаша весов склонилась в сторону нашей сборы. Перед решающим матчем СССР Швеция был день отдыха. Но он оказался до краев заполненным пусть интересными, но все же делами. Гости знакомились с Хабаровском. СССР Швеция СССР Швеция СССР Швеция И вот настал час последнего матча, который все должен был решить, все поставить на место, ответить на главный вопрос. Вернется ли приз газеты «Советская Россия» домой в Советский Союз? Или уедет опять небольшой городок Катриньхольм, где расположена канцелярия Федерации хоккей с мячом Швеции? Дело в том, что в Архангельске шведы выиграли турнир. Соперники советской сборной верили в свою победу. Их тренер Макс Аллен Юханссон предложил журналистам пари, утверждая, что выиграют шведы. Он даже назвал счет 3-2. Больше того, тренер заявил, что два гола из этих трех забьет Берн Эриксон, Бэмпо. Если вы внимательно посмотрите на экран, то увидите этого Бэмпо. Он играет под номером 8. Правда, не увидите, как он забивает голы, ибо сделать это ему не удалось. Голы в этом матче забивали советские хоккеисты. В первом тайме отличился динамовец из Алматы Валерий Бочков. Он дважды точно поразил цель. КОНЕЦ Когда мы, журналисты, спросили потом Макса Аллена Юхансона, почему все-таки проиграли шведы, он ответил шуткой. Мы хотели делать вещи, но вещи не хотели, чтобы мы их делали. Да, в этом матче все решившие исход поединка вещи сделали наши ребята. Победную точку и в матче, и в футбол мире поставил дебютант советской сборной 22-летний армейец из Хабаровска Александр Першин. КОНЕЦ Вице-президент Международной Федерации по хоккею с мячом Швед Понтус Видон в беседе с нами сказал, что турнир в Хабаровске был великолепно организован и, безусловно, послужит делу мира и дружбы. А потом было то, чему и положено быть в таких случаях – вручение наград победителям. Главный приз принял семикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта, капитан советской сборной Валерий Маслов. На втором месте шведы, на третьем – финны. Что ж, так держать, ребята. КОНЕЦ